Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. Накануне на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России Владимир Путин заявил, что положение дел не становится лучше. Фиксируется все больше случаев тяжелого протекания болезни, и эта информация не позволяет расслабляться. И хотя за истекшие сутки новых заболевших в Тверской области не выявлено, общее число 75 человек – это тоже немало. Напомню, что с начала эпидемии у нас уже выздоровели 3 человека, а 72 пациента с диагнозом COVID-19 проходят лечение. Как сообщают в оперативном штабе Тверской области, на коронавирус у нас уже проверено 9203 человека, в том числе и за истекшие сутки 763. И вот только что в региональном правительстве обсудили и приняли новый план по борьбе с пандемией. Как сказал губернатор Игорь Руденя, это целый комплекс мер, направленных на снижение рисков здоровья населения и поддержки предприятий, которые оказались в зоне риска. Этот план состоит из трех разделов. Первый посвящен организационным и профилактическим мерам борьбы с вирусной пандемией и включает в себя главным образом мониторинг граждан, которые прибыли из-за границы, а также членов их семей. Дезинфекцию общественных пространств, ну и так далее. Это, надо сказать, тоже очень важно, так как это основной путь транзита инфицированных в наш регион. Напомню, что граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и обязательно позвонить на телефон горячей линии, его номер 8 800 33 93 72. Второй пункт плана. Он предписывает обеспечение местами пациентов, которые заболели этой инфекцией. На это выделено 630 новых коек. Плюс идет оснащение дополнительным медицинским оборудованием больницы, средствами индивидуальной защиты работников медучреждений. И об этом мы сегодня рассказывали в нашей информационной программе. Кроме того, предусматривается и большая доступность лабораторий и тестов для диагностирования этого нового заболевания. Ну и третий раздел, он что называется проэкономику. Он подразумевает мероприятия, направленные на устойчивое экономическое развитие Тверского региона. Это и меры финансовой поддержки, оказание помощи разным отраслям сельскохозяйственной, лесной, туристической отраслей, а также поддержка предприятий реального сектора экономики. И вот, вообще говоря, эти меры надо наращивать. Ибо коронавирус рано или поздно кончится, а экономика, я надеюсь, нет. Вот сегодня, например, стало известно, что глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ, предусматривающий меры финансовой помощи работодателям, которые вынужденно приостановили деятельность в нерабочие дни. Помощь из областного бюджета для компенсации затрат на оплату труда работников определяется из расчета почти 14 тысяч в месяц. Из суммы страховых взносов, пенсионное страхование, соци-медстрахование в отношении не более 50% численности работников. И вот, как сказал губернатор, нам важно, чтобы люди сохранили не только здоровье, но и работу в этот непростой период, сказал Никитин. Общий объем планируемой поддержки у них составит 403 с лишним миллиона рублей. Конечно, надо сказать, что у регионов совершенно разные возможности, но когда реально трудно, то незазорно обратиться за помощью, например, к федеральному центру. И тут оптимизм внушает и заявление президента, который заверил, что у России достаточно ресурсов, чтобы справиться с известной бедой. И намек его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сказавшего недавно, что дополнительные меры поддержки будут обязательно. Просто правильно не вываливать их одним комом, а давать постепенно поступательно. В общем, что нам остается? Мы верим, что нас не оставят, помощь придет, и это будет своевременно. А пока, как я уже сказал, в начале не время расслабляться. По самым оптимистичным прогнозам ученых, эпидемия COVID-19 России может сойти на нет где-то примерно в июне. Но такое благоприятное развитие ситуации зависит от того, как россияне будут соблюдать самоизоляцию, а также другие рекомендации медиков и властей. Так что помним, что мы никогда не заболеем вирусом, если не будем контактировать с зараженными носителями. И будем соблюдать повышенные, но, в общем-то, вполне реальные правила гигиены. Не забывайте об этом. Сейчас это очень важно. Просто как никогда. Увидимся завтра.